Всем кусь, ребят, с вами Леоми и добро пожаловать обратно в Астрала Сэнд. В прошлой серии мы с вами познакомились с этой игрушечкой, 4% у нас прогресс, сделали один забег, в котором слились благополучно втором боссе. Боссы здесь весьма себе такие жестенькие на первый взгляд были, но я думаю, что стрельцом уже проблем быть не должно. Сегодня мы продолжаем ознакомление с игрой, теперь у нас еще увеличено хп, все такое. И, ребят, как видите, небольшое изменение, я не знаю, нужно ли это нам будет или нет, сейчас, погодите-ка. С возвращением, уверенно, тебе удалось не ударить грязь стрельцом, ведь Ики хорошо тебя учил. Прежде чем снова отправиться в путь, сходи, посмотри, как там торговец-поэт, кто знает, что найдется в запасах, может помочь прорваться. Так, знакомство с торговцем-поэтом, окей, доберите указанное место, снова это сложное задание, да? В общем-то, некоторые писали в комментариях, что бывает такое, что мобы иногда сливаются, и персонажей тоже бывает не видно за всеми эффектами, за всеми детализацией. Здесь в игре есть опция обводки, на трогах можно включить. Она вот так вот смотрится, я, ребят, не знаю, нужно ли нам это или нет, вообще, на самом деле, я думал, что не захочу я с этим играть, а так, смотрю, в принципе, нормально. То есть персонажи, ключевые всякие NPC и монстры будут выделены обводкой такой, я не знаю, в Децелсе есть такая жопца, там она особо не нужна, а вот здесь может пригодиться. Можете, ребят, написать свои мысли на этот счет, буду благодарен, собственно, буду признателен, как лучше, собственно, оставить, так или как было все-таки. О, новый гость, входи в наш магазин, не стой, мы будем рады торговать с тобой. Так, в рифму говорит, да? Так, это у нас что такое? 111 у меня есть валюты. Торговец, это что вообще? Я что-то не пока не все понимаю, пока это все заклинание, что ли? Это заклинание разных стихий, это заклинание... А, есть заклинание... А, нет, стоп. Это разблокированные, а вот это за валюту как раз-таки идет. То есть, смотрите, есть общее заклинание. И здесь показаны все эти... Какая-то странная такая табличка немножечко. Здесь показаны в таком вот пути все, которые у меня имеются. При этом не обязательно идти вот так в порядочку. Не знаю. Есть также у каждого персонажа свои еще. Окей. Сегодня мы, ребят, посмотрим, наверное, вот этого персонажа. У нас у него два новых навыка можно открыть. Режущие удары. Я дважды ношу мощные удары ногами, двигаясь вперед и пронзая его злодеев насквозь. А вот давайте я, допустим, себе там лопну за 50 какой-то валюты. Я не помню, что это такое, если честно, за валюту вообще. Где я там ее брал? Так, а что ты еще хочешь сказать мне? Мои друзья снаружи часто видят ваше лицо. Мое почтение. Это радость для всех нас. Этикет. Так, а как мне сейчас вернуться надо... Вот сюда, наверное, да? Поменять персонажа я хочу. Переключиться на... Погоди. Ики все еще побеждает меня в борьбе на руках. Мне надо стать сильнее. Это на второй контролер. А, вот сменить персонаж есть. РБ. Можно не рассчитывать. Загрузочка. И теперь мы играем, собственно, за него. Окей. Так, у нас тут есть еще пачка NPC, которые со мной что-то хотят потолковать немножко. Ну, давайте попробуем, поболтаем. Киран или Киран, не знаю. Знаешь, Зимзим, мне так нравится твой магазин. Спасибо, спасибо. Как-никак. Тут теперь мой дом, и я над этим очень старалась. Я знаю, ты делаешь все, что в твоих силах. Как и все мы. Рада слышать. У меня вот что интересно, смотрите-ка. Она хотела с нами поговорить, я поменял перс, и у нас диалог, получается, перестроился на его, или у нас как оно вообще? У нас озвучены, типа, диалоги, все варианты диалогов для всех персов, что ли? Это было бы застудрить просто. О, потрясающе выглядишь. Спасибо тебе, красавец. Куда ты так оделся? А что, я как-то не так выгляжу? Три слова. Весь в пятнах. Или даже четыре. В пятнах от еды. Ой, неловко получилось. Я как раз только что покушал, кстати, но вроде без пятен. Сам хотя бы. Эй, это не тебя надо спрашивать по-голосу. А, эй, это не тебя надо спрашивать по-голосу-моминаний? Ты... А, ты спал? Нет, вот еще. Мы задумались. О, ты тоже? Как начинаю много думать, так сразу и засыпаю. Тогда мы, папа Яли, и ты. Одного поля ягода? Так, у нас еще Капибара хочет сверху с нами тоже поболтать, о чем-то потолковать. Здесь какая-то штуковина есть. Переместиться в... А, это телепорт, точно вспоминаю. Отличные доспехи, друг. Крепкие мускулы и забавная речь. Всегда рад встрече с тобой, Керан. Я хотел спросить, а зачем тебе броня? Ведь твоя шкура уже вроде как броня. Отнюдь, Керан. Чтобы быть уважаемым рыцарем, надо наносить броню. Мне и так вроде бы нормально. Так, и погнали, собственно... Так, вот это еще хочу что-то сказать. Эй, Икки. Керан, мой юный друг, как настроение? Я буду туда-сюда ударение по-разному ставить, по-моему. Готов драться, пока руки в кровь не собью. Вот так держать. Мне такие общие диалоги, судя по всему, прокручивают, которые просто знакомство с персонажем, я бы сказал, наверное, так. Не знаю, посмотрим. Так, а ты что хочешь сказать? Привет, ничего, что заглянул? Заглядывай сюда в любое время, наш дорогой Керан. Тебя рад видеть, мой благословенный клан. Керан, клан. Ха, рифма, здорово. Мы рады, что намек услышан, ведь рифмой и ритмом мы живем и дышим. Такие моменты переводить, мне кажется, может быть весьма себе проблематично, на самом деле, кстати. Икки говорит, что если я хочу сбежать, надо поговорить с вами. Это правда. Сад и все его жители под моим крылом. Странно, а я думал, что Ордан здесь всем заправляет. Юноша, на вашем месте я бы зарекался упоминать в моем обществе это имя. Так, лететь с собой, погнали. Начинать забег. Постараемся дойти примерно до того же этапа хотя бы. Лучше будет, конечно, дальше. Расколты равнины. Давай еще раз прокатимся. Так, это у нас что такое? Ветротурбинатор, ни хрена себе. У него написано, урон какой-то огненный сверху, но он отображен, не уверен точно. Я выполняю апперкот. У него все описания, судя по всему, идут от своего лица, как бы от первого имени, да? От первого лица, точнее. Я выполняю апперкот, который вызывает крутой торнадо, пронзающий злодеев насквозь. Такое забавное описание идет. А можно демонстрацию посмотреть? Вот. Как оно выглядит, мне на это обратили внимание, да, 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 что здесь есть такая кнопочка. Обменять на кварц? Так, ну мы берем сверхспособность в свое место. У меня сейчас обжигающие удары везде. Я бросаюсь в атаку, а затем провожу мощный огненный удар, нося урон в радиусе конуса, как рожок мороженого. Судя по всему, у него он завязан на огне в первую очередь. Поджигание это урон со временем, собственно. Так, и эту штучку мы разбираем, соответственно. Там у нас был поход на выбор, поэтому второй я не смог взять. Ну ладно, я даже не прочитал. Так, ну погнали начинать тогда. Так, а, мы еще можем себе навык... Погоди, либо у нас есть навык, сигнатурный прием наш, его повысить ровно 50%. Либо можно уменьшить дальность королевского контрудара на 50% и повысить сигнатурный прием на 75% урон. При успешном королевском контрударе создает 6 снежинок. Давайте, наверное, просто сигнатурный прием плюс дамаг. Судя по всему, у нас есть какое-то... То ли парирование, то ли я не знаю. А, вот такая блокировка урона. А сигнатурный прием это... Это же оно и есть, вроде бы нет. Всем уверен, сейчас. Так, это исследование. Гамбит. Здесь подорожнее немножко, здесь кварт сдают нам. Четыре гамбит мне, может быть, побольше пригодится, на самом деле. Давайте сюда пойдем. В общем-то, в целом, игрушечка была приятно, положительно воспринята на канале. Не скажу, что я там прям много кто смотрел, но те, кто смотрели, весьма себе так... Позитивно от ней отозвались и были рады как раз-таки ее увидеть. Многим зашло в целом. Есть какие-то недостаточки, но вот сейчас, например, вот с таким вот такой обводочкой, там как бы при входе в игру, на самом деле, тебе при первом заходе настраиваешь как раз-таки там знак зодиака свой выбираешь, и там предлагалось, что можно включить... По умолчанию у тебя отключена обводка, а можно ее вот так вот подключить. Я не стал с ней торопиться, но вот она, собственно, здесь имеется, потому что, да, в некоторых местах она может быть реально полезной. И вот, на самом деле, я так смотрю, в целом оно органично смотрится. В целом мне не нравится обводка, она там лишняя. А вот здесь вполне себе. У нас какой-то баф на скорость там был сейчас, по-моему. Тихо-тихо-тихо. Блин. Так, у нас на РТ хилка. Мне бы как-то... Я мог как-то прочитать описание своих навыков вообще, в принципе. Вот это. Сигнатурный прием. Электрический маяк. Длится несколько секунд. Накладывает эффект электричества на врагов вокруг себя. Ага. А-а-а. То есть это не блокировка урона какая-то. Это просто создание... Или как? Или это я сейчас электричеством начал бить? Или может надо все-таки спарировать? А-а-а. Походу... Или пока... Где я что-то запутался? Подождите, я сейчас не понял немножечко, как моя... А билка, честно говоря, работает? Первый персонаж само собой у тебя идет такой, знаете, более классический, более понятный. Дальше там у тебя будут какие-то более замудренные механики, возможно. Так, преподание создает одну слизь. Слизь у нас это... Прожектайл стреля... Ну, рикошетичек, короче говоря. Баунсинг болл оф слайм. Какой-то шарик слайма. Преподание шанс из пола х огня создать. Звучит неплохо, кстати говоря. Потому что я на огонь как раз-таки делаю акцент. Давайте это я себе и возьму. Геройский гамбит на... На вот это, на Ветротурбинатор. Блин, название ультрапафосное, конечно. Ничего не могу сказать. Так, погоди-ка. Я хочу сейчас поменять местами, наверное, Ветротурбинатор на первый слот поставить. Пускай ротация у меня будет с него начинаться. Здесь три ключка. Здесь три ключа. Сложность два. Вот смотрите, прикол в чем. Сложность два, видите, да? Такая звездочка. Я обратил внимание, что эти звездочки, вон они снизу у нас. То есть это не только сложность. Это еще и столько, но валюты дают звездочный. Вот как-то так. Что такое? А, бонус скорость. Окей. Так, что он делает? Ага, лазер какой-то. Да, у меня, ребят, парирование идет у этого перса. Ух ты, блин, мне будет с ним трудно. Если в прошлый перс был такой классический ассасин, что, в принципе, мне очень соответствует по стилю игры, то вот это что-то другое. Это такой рукопашник, что я тоже мне, в принципе, нравится, но с блокировкой урона мне, возможно, будет трудно совладать. Так, тут кварц, здесь больше кварц. И три звездочки. Опять же, звездочки мы валюту, которую используем в магазине. Поэтому мне она тоже пригодится. Немножечко смущает меня вот эти грибы, если честно. Потому что они тебя подбрасывают очень слабенько. Слабее, чем мой пророк. От них ожидаешь как-то по инерции... Оп. Тихо. Я лично, по крайней мере, ожидаю гораздо сильнее эффекта. Ай-яй. Промах. Причем, если я делаю... Ай-яй. Какое здесь место такое неприятное-то, а? Очень легко это было отхватить сейчас. И это рядом с такой ловушкой. Тут оно резкое. И там еще и мобы мешаются. Так, можно паву взять. У меня три ключа. А, я только паву и могу взять. Я случайно нажал краску взять его. Уличный рон, закинание на один. Обжигающий удар наш? Или погоди-ка, погоди-ка, погоди-ка. Ветр-турбинатор. Качаем. Почему у меня снова четвертый слот? Вот так, да? Должно быть. Да, все. Так, ветр-турбинатор. Запуска. Мне не могу сказать название. Она очень забавная. Мне этот перс напоминает Зелла, как я уже говорил из Final Fantasy VIII. Вот по своему как-то визуальному стилю, по такой вот энергетике некой, что ли. Огненный удар у нас просто такой, ну не скажу, что какой-то сильный. Судя по всему у нас, смотрите, у первого перса тоже... Сигнатурный прием связан был с каким-то вот либо доджем, либо чем-то таким. Ай. Ну это тоже такой некий защитный эффект имеется, но другого плана со мной совсем. Так, аккуратненько. Мы повысили себе хп в прошлый раз. Хилки выпадают вроде как время от времени, но... Не скажу, что их прям много. Надо бы с ним поаккуратнее. О, хилочка, отлично. Надо прийти к первому боссу с побольше количеством здоровичка. Так, куда дальше? Здесь что-то как-то выбора, по-моему, особо нет у нас, да? Наградоспособность. Хорошо. Соответственно, ищем себе там ауру, всякое такое. Так, здесь кристаллики, по-моему. А не, это часть двери только. Бросать ледяные кристаллы, пронзающие врагов. Призывая цветовые мечи, которые зависают над врагами, прежде чем взорваться. У них написано плюс огненный урон, судя по всему. Вот эта ячейка, потому что мне описали, вроде как, что у нас все закинания имеют элемент. Вот, наверное, это... Я так понимаю, что огонь там изображенный. И я, наверное, себе это хочу. У меня снова ветротурбинатор, сетеря в конце. Почему-то. Так, это разобрать. Я хочу ветротурбинатор, допустим, на второй слот. Вот так, все. Меньше не нужно каждый раз менять. Вот я сейчас... Заюзал комбо, прожал. У меня вот в нужном порядке все. Почему он отбрасывался мне, не понимаю немножечко. Так, исследование, награда, аура. Аура мне как раз-таки сейчас нужна. У нас здесь должно быть, ребята, я так понимаю, что 12 боссов, суммарно, как я говорил в прошлый раз, почти добрался. Но 12 боссов за забег, это было бы, конечно, очень-очень-очень много. А, и надо же ману, кстати говоря, на использование, да-да-да. А вот наши кинжалы как раз-таки появляются. Тихо-тихо-тихо. Отлично, запарировал, но при этом, по-моему, прервал свою контратаку сильную. Ветр турбинатища. Так, это что такое еще? Какое-то дерево, которое выплевывает маленькие то ли мухоморочки, то ли что в таком духе. Такой коварный моб, очень много он стреляет в разные стороны, легко под эти снаряды попасть. Так вот, 12 боссов, явно за забег будет перебор, потому что я в прошлый раз на 50 минут, первые два этажа проходил. Там, конечно, я никуда не торопился, это был первый забег, и плюс еще записью, как в любом случае, ты медленнее играешь, но 12 все равно звучит как перебор. И, обратите внимание, скорее всего, там будут боссы у нас... Как его? Не всех боссов будешь забег встречать, соответственно, будет какая-то выборка. Тем более, что у нас, когда был первый босс и второй босс, там такая... Была некая лотерея, там крутилось колесо, в котором попал у нас как раз-таки телец. Первым боссом был телец. Я не знаю, сейчас это визуальный эффект имеет или какую-то опцию. То есть, есть у нас только боссов. Но, судя по всему, на каждом этаже будет три босса на выбор. Вот как-то так. Щит защитник или типа того, гварденщилд. Когда герой бьет, дает три щита на... А, дает щит на три секунды. 17 секунд. Куда он, судя по всему, наверное. Не знаю. Создает огненный щит на 4 секунды. А при каком условии? Давайте огненный щит звучит, как будто бы нам это больше подходит. Так, тут у нас что такое? Отмыкатель ячеек для гамбита. О, это хорошо. Это ну давай, это сюда. Нет, минуту. Что такое за комната? Что-то я не ожидал такое. Вообще, увидит внезапно. Он такой прям прыгает туда-сюда. Очень обтекаемый... Ух ты, блин! Волк. Эй, шо? Аура работает у меня. Какого хрена у меня битва с боссом? Я вообще этого не ожидал сейчас. Черт тебя подери. Так, у него, кстати, разряжается какая-то подполоска КП. Видите, такая полоска. Судя по всему, это ульт. Мне как раз таки обратили внимание в прошлый раз, что, оказывается, у нас у боссов были не фазы, а у них были ульт, которые он копил постепенно. Ох ты, блин, он меня затягивает и попутно еще стреляет. Тихо. Вот так тебе, держи, отлично. Запарировал. Ух ты, блин! 41 еще. Еще тут этот-то противно весьма себе выглядит. У меня 6 хп осталось, у меня нет хилки. Какого хрена я не должен был к боссу идти? Нет, я сдох. Мне даже не стыдно. Какого хрена тут босс? Я не думал, что тут будут боссы, помимо основных, что ты где-то в процессе забега в середине этажа можешь на кого-то еще наткнуться. Обычно у меня первым блин комом. Тут второй прям, не просто ком, а комищем прям, я бы сказал. Так, что-то новое появилось в саду. Улучшение, какая-то ачивка. Окей. Так, ну, допустим. В общем-то, предположение, что 12 боссов, по 3 на каждом этаже, но не факт, что они сейчас добавлены. Возможно, что сейчас тебе будет даваться всегда первым боссом телец. А может быть, это и не так, не знаю. И финальным боссом предположили, что, может быть, змееносец, это типа 13-й неиспользуемый знак затяг, или что-то такое еще. Я про это вообще, честно говоря, забыл про такое существование. Но мне кажется, это органично его вписалось вполне себе. Очень красиво могло бы быть. Привет, рада твоему возвращению. Я бы хотел от себя кое с кем познакомиться. Это Сарбапи, рыцарь и могучий воин. Он будет следить за твоими успехами, а за успех положена награда. О, награда, это ко мне, это сюда. Добретись до указанного места. Так, Сарбапи, это, по-моему, Капибара. Да, да. Спытание пройдено. Я представляю определенных заинтересованных лиц, заинтересованных в вас и в вашем мастерстве. Так, арбитр достижений, марафон, попыток побега 2, следующий награда 200. А, это за всякие действия, да, да. Гроза расколотых равнин. Это что? Типа 100 звезд собрать и так дал мне дает... А, повержено врагов. 169, окей. 100 у меня достигнуто. Здесь повержено врагов 106. А, это в разных локациях. Все, понял. И тут, соответственно, дальше еще гибель элит. Элитных врагов 2 мы убили. Судя по всему, в прошлом забеге, наверное. Не помню, что точно. Окей. Поначалу пока что это будет пассивно выполняться, я думаю. А дальше будем на это больше аккенсировать внимание. Так, погоди, он хочет ему опять болтать. Благодарю внимание. Так, погоди, как стоит болтать-то вообще? Еще когда я нажимаю на ЛБ, у меня меняются загнали местами. А как поболтать? У меня обычно одна из боковых клавиш работа на поболтать. Сейчас не работает. Ладно, допустим. Может, он не хочет ему болтать. Может, ему кажется. Без понятия. Так, ты что скажешь? Вот с ней я болтаю спокойно эту клавишу. Привет, я тут заметила, что тебе удалось сразить уже много врагов. Теперь здесь стало куда тише. Спасибо. Так, она еще хочет что-то? А, нет, это просто на ней горит. Где такая штука? А, стоп, а это индикатор по бокам. Он показывает просто ближайших NPC или что? Я должен вам показывать тех, кто хочет сама поболтать именно. Твои первые навыки. Они тебя нашли и навсегда твои. Навыки, навыки, навыки. Вспомни, как много в этом звуке. Так, ты мне можешь навыки как раз таки проапгрейдить какие-то. А что ли я это делать? Другой вопрос. За сотню. Создают бомбу энергии какую-то, которую бросают во врагов. Давай проапгрейдим себе, допустим. Спасибо тебе, гость клиент. Так, а где у меня была прокачка, кстати говоря? По-моему, где-то она была выше, судя по всему, да? Где-то тут, что ли, может быть? У этого колеса? Нет. Я что-то думал, что где-то она была именно здесь. Но он меня качать не хочет. Он именно торгует закинаниями. Может, у тебя? А, вот, она алхимик как раз таки давала. Да-да, можно хп больше себе вкачать? Давайте больше хп. И погнали в следующий забег, я думаю. Не часто мне выпадает видеть... Честь видеть это здесь новое лицо. Он про меня, что ли? Возможно, что у каждого персонажа свои диалоги со всеми NPC. Наверное, вот так, мне кажется, скорее всего. Так, расколот и равнины. Дубль два за сегодня. Я сбиваю ближайших злодеев с ног громовым ударом. А это на молнию, только у него здесь написан какой-то яд вообще, как будто бы стихия. Скоростной кулак. А здесь у нас следующий удар. Я дважды ношу мощный удар ногами, двигаясь вперед и пронзая злодеев насквозь. Оно второго уровня прокачивается, если говоря, сразу же. А это тоже. Здесь одна ячейка занята уже. При попадании 40% шанс накладывает одну единицу уязвимости. Не скажу, что это много на самом деле. Но давайте, пускай будет эта штука. Потому что она будет их стакать очень медленно, мне кажется. Одну штуку далеко не гарантом, к тому же. Смотрите, сколько там ударов идет. Хотя, ну, там два удара идет. Ну, так, ну, ладно. Будет не очень стабильно уязвимость накладывать. При королевском контрударе создают три грозы. При успешном королевском контрударе создают шесть снежинок. При успешном контрударе призывает Яли три раза. Давай, допустим, Яли призывать. Чтобы это ни было. Так, и пойдем на максимальную сложности. А, ну, у нас есть 2-1. Здесь везде по два. Давай сюда, допустим. Ауч. Я на борт ударил случайно. Так, все. Надеюсь, что сейчас посерьезнее забег у нас уже получится. Примерно я понял, в чем заключается особенность этого персонажа. Так. Аккуратненько. Тихо-тихо-тихо. Ничего за ежик, Соник, нахрен. Лупим-лупим. Оп. Контрудар. Ну, да, естественно. А, вот, смотрите, Яли появляются как раз-таки. Прикольно, что у нас вот... Я контрудар не особо бы сам, на самом деле, наверное, юзал. Даже несмотря на то, что он дает себе ощутимо весьма себе урон. То есть, имеет смысл его юзать. Но, с учетом того, что у тебя идут всякие обилки при его использовании. Вот Яли, например, вызываются. Он вполне может иметь смысл. Блин, его хотелось бы освоить. Не знаю, сколько мне будет комфортно, но... Было бы неплохо. Так, тут Гамбит. Давай. Гамбит это наши аффиксы, считайте. Так, дальше, дальше. Так, запускаем себе вот так вот. Местностью я обожаю пользоваться. Если будет это возможность, то обязательно, собственно. Так, а вот и наш Гамбит. А, нет, стоп. Испытание Андромеды, это нихрена не то. Переместиться в... А, мы это в прошлый раз видели, кажется, да? Не получаете урон, доберитесь до конца. Молниеносный рывок. Ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо, убери. Что это такое тут нахрен? Нихрена не понимаю пока что. Окей, фух, нормально. Прошли вроде как. Так, скорость атаки, max хп и доп. урон. Ага, все три печати. Все три стата. Отлично. Тут есть некоторые такие спитания. Мы в прошлый раз тоже встречали, но у меня было другое. Так, есть работа. Это что такое? Восстановить воспоминания. Это кое-что для папы Яли. Размакировано воспоминания. Окей. Нам какой-то грозовой рывок давался там. Я не с тем понял, что он делал мне, что давал. Так, можно... Так, погоди, 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 погоди. Блин, я случайно спустился. Изменить уровень награды на ЛБ. Взять награду на РБ. Так, у меня ключей три. Я могу взять... Камень на алтарь на плюс один, да? Давай, в принципе, это нам стат зальет какой-нибудь на выбор. Броню, скорость атаки, либо же критический шанс. Давайте броню, наверное. Не знаю, пока какой стат мне было бы выгоднее поначалу брать. Но пока давайте пускай будет так. Взять. С боссами будет хорошо, если я сначала освою, какие атаки у него, а потом начну парировать. Вот тогда ему будет, в принципе, удобно, возможно, получаться. Возможно, даже не начало атаки босса, например, парировать, да? А какой-нибудь второй, третий удар в ней. Потому что там уже этот тайминг выше, гораздо лучше понимать. Нежели первую атаку сразу пытаться поймать. Так, а вот и гамбит, да? Произнося заклинание, накладывает мишень на одну, на обожающего врага. Мишень у нас что делает? Это обычный гамбит, по слову, да. Мишень у нас постоянно следующий удар нанесет критический урон. Ага, хорошо. Годит, еще раз как? Произнося заклинание. Неплохо, кстати, в ряду учит. Произнося заклинание, осколок два. А, и только на одном заклинании ведь будет, это же не ауру. Два осколка льда создает. Здесь выстреливает стрела. С этой мишенью можно ротацию придумать какую-нибудь. Но давайте я, наверное, возьму себе два осколка льда. Пускай будет, допустим, так. На, допустим, это, на режущие удары. Его вкачаем сразу же. И я хочу его себе, погодите, я хочу изменить порядок, сделать его себе вот так. Здесь я менять на такую клавишку, как в городе, менял не могу. Три ключа? Три ключа, но сложность выше. За сложность мы, опять же, это не только... Это звездочки нам дает. Не то, что здесь больше награды в комнату, самое по себе будет. А вот за вход в комнату сразу дается выше награды для меня. Так, запускаем. Энергия закончилась. Тихо. Ух ты, блин, это было близко. Так, я бы Яли хотел использовать своих. Окей, заюзал как раз-таки. Оно хорошо наносит урон. Но поначалу, особенно когда ты не знаешь, что с собой атак парков, гораздо проще, конечно, делать рыбок. Просто чисто. И в целом здесь, надо сказать, тайминг этого парирования, по-моему, не какой-то жесткий. То есть он тебе на приличное время дается. Зато у тебя после успешного парирования идет откат. Так, тылурик руинс. Награда, способность. Это не то, куда я только что заходил. Погодите. Нет, не... А, по-моему, это то самое. Где я только что сдох. Ну, в прошлом забеге, то есть. Или нет? Или не оно? Нет, не оно. Twin Dragon Uppercot. Двойной Uppercot. Драконья Uppercot. Не знаю. Chain to Uppercot. Zetsumon Uppercot. Так, давайте посмотрим, как она демонстрация выглядит. Короче, для так будет, наверное, понятнее. Ну, да, собственно, двойной Uppercot с драконами. Единственное, если я выполняю Uppercot, который вызывает крутой торнадо, продавляющий владеев насквозь. Мы что-то подобное сейчас видели. Давайте двойной Uppercot дракона возьмем. Он у нас огненный. Вместо обжигающего удара еще одного. Поначалу мы в приоритете хотим просто поменять все стандартные навыки на что-то более прикольное. Так, кварц либо ключи. Я бы заключаем на самом деле. Пошел. Мне как-то ключи сейчас нужны. Пускай будет, если я там за них буду покупать всякое. Всякие вкусняшки. Хотя кварц уже пригодится. Так, запускаем. То есть я свой контрудар должен юзать, как бы, да? Но при этом это не такая механика, которой ты пользуешься чисто как парирование на постоянной основе. Ты им должен пользоваться именно для нанесения урона во многом. Потому что у него все-таки после использования успешного идет достаточно жирный кулдаун. Оп. Отлично. Сам последний момент прям заюзал. Пошли. Энергии нет. Ай-яй-яй-яй-яй. Я хотел по таймингу прожать, но что-то как-то не понял, как он атаку сделает. Он сделал немножечко другое. Крешня. Так, из сундука три ключа. Хорошо. Мне бы восстановиться как-то, потому что хилок из врагов выпадает на самом деле не так уж много. Отмокатель ячеек. Здесь кварц на пятизвездочный. Здесь бездна какая. Погоди, а бездна это случайно не то ли место, где я только что сдох от мини-босса? Ну или хотя он как полноценный босс выглядел на самом деле. Этот волк. По-моему, это оно то самое место. Я тогда буду само собой только один, но сейчас я хочу вот здесь ради звездочек. О, тут элитка. Ага, смотрите, я когда... За ней какая-то штука бегает, стреляет. А, она ее хиляет. Я когда юзаю, я в воздухе зависаю, если что. Да оно ее фулово отхилял, охренеть. Держи. Как-то ее можно снести? Нет, по-моему нельзя. Так, а у меня колдаун на парировании. Окей, просто ее гасим тогда. Отлично. И вот это теперь исчезло. Я ли спасен? Это как раз таки мы вот... Это существо. Которого такие феечки или типа того. Не обращаю внимание, что у нас вроде как они где-то в главном поле, в общем-то, собираются даже. Типа как гусенички с холлунайпель, что-то такому, ну, всем так, ну, что-то такому близкое, скажем так. Каменный алтарь плюс 2 покупать выгодно, кстати говоря, потому что 5 ключей за 2 стата, а там было 3 ключа за 1 стат. Правда, здесь я не могу дважды взять один тот же стат. КП на плюс 15 звучит жирно, и броня давай. 2% крит удара, шанс. Я не знаю, насколько это эффективно вообще. Ой, не то нажал, не ту клавишу. В тайминг, но не ту. Почему-то на РБ нажал, а не на ЛТ. Немножечко я пока что еще путаюсь в управлении, само собой. Без этого никуда. Тихо. У большинства мобов есть несколько атак, хотя, по крайней мере, если этот моб не какой-то совсем маленький. Так, у нас на второй левел цицеря есть, мы за это вкачаем себе, не помню, до босса, по-моему, да, можно будет вкачать, усилить свой навык, либо атаку. Там она чередует сюда-сюда. Так, тут сундучок, два ключа еще. Такая приятная, ненавязчивая такая легкая атмосферка здесь. Ярко так все. Отдых. О, блин, мне бы отдых пригодился, кстати. Это, конечно, не перспективно совершенно, но это позволит мне с большей вероятностью пройти хотя бы первый этаж, потому что поначалу могут быть с ним проблемы, мне кажется. Но как-то вполне себе и на первом этаже может не первый забег сливаться. В прошлый раз так хорошо получилось весьма себе, что почти второй прошли. С первого же алтарь, серебрных осколков. Я думаю, пока не надо нам это. Там типа шесть звездочек написано, шесть из шести. Он вроде шесть использований. А он не бесплатный получается ли как? Что не всем верен. Так, пещера Кетуса, Гамбит или же здесь у нас что это? Эхо-острова, награда какая-то штуковина. Давайте эхо-острова. Тут локаций-то совершенно много всяких, на самом деле, разных. О да, друзья. Ярость Ордан. Ордан совершает сильную атаку в начале сражения с боссом, нанося 20% здоровья Азодиака в качестве урона. Просто 20% хп босса снести, нормально так. Акция торговец поэт. За каждый собранный 100 единиц кварца вы получаете дополнительные предметы. Ого. Олун дарует вам эффект щит при поглощении одного или более целебных осколков. Ну что, ну это звучит жирно. Правда, это на перспективу. Допустим, пускай будет эта штука. Кп боссу сожрать, конечно, приятно, впервые весьма себе так отсечь. Я бы хотел с ним сам справиться, пускай будет так, допустим. Шесть ключей, либо же Гамбит. Гамбит это надпись. Давайте шесть ключей. Мне нужны сейчас заклинания, в первую очередь, а не Гамбиты на самом деле. Заклинания и аура. Вот мой приоритет. Так, энергия у меня по фулу. Окей, ладно, я думал, что он мне сейчас там в воздухе ударить попытается. Окей, насоздавали там этих самых мелочи. Некоторые заклинания свои я прерываю, правда. У меня там еще грибочек сверху находится, иди сюда. Так, на нем мы энергию поригеним, если сейчас кто-то еще появится. Сразу его встретим, да. Тихо-тихо-тихо-тихо-чуть. А они телепортируются как-то? А, это такие же мобы, как у меня, элитками были. Только эти ослабленные версии, судя по всему, какая-то немножечко. Ну, не ослабленные, а просто элитку усилены скорее. Так. Снова, я не понимаю просто, что он делает. Я пытаюсь его спарировать, и каждый раз на это не окупается. Каждый долбанный раз в каждой долбанной игре, да? О, наконец-то попал. Надо сначала, конечно, понять атаки врагов. Когда, что, кто будет делать, в принципе. Дело не в реакции, именно в этом вот. Понять вообще, когда именно нажимать. Бар Андромеды. А, это как раз-таки у нас магазинчик, да, да. Вот сейчас я и потрачу, судя по всему. Так, не на алтарь целебных, я думаю. У меня там алтарь полный. Рада тебя видеть, Киран. Ух ты, где это я? Меня зовут Андромеда, а это старая голова Медузы. Добро пожаловать, мой дорогой... Добро пожаловать, мой дорогой Киран. Ты знаешь меня? Я не могу заправлять баром, если бы не знала, что происходит за его дверьми. Входи, входи. Так, это у нас что такое? Это апгрейд алтарь. А, апгрейд нашей ауры, да, да, качества. Два использования. У меня аура сейчас в принципе не имеется, так что мне на это пофигу. Тысяча ножей. Плюс 40% зеленый какой-то урон, плюс 0% огненный урон. Не знаю, что это значит. Призывать цветовые мечи, которые зависают над врагами, прежде чем взорваться. Это у нас бестелесность. Я бросаюсь к земле и создаю взрыв, носящий чрезвычайно большой урон. Ага, и он не уязвим в это время вообще. Учит, неплохо. Сказано так, чрезвычайно большой урон. Ну, давайте посмотрим, кстати, демонстрацию вот. А, это типа сейсмический шок. Типа того, да. На числа мы здесь не смотрим, я так понимаю, да? Хотя, может быть, они относительно базовых статов показательными и являются. Мещи неплохо бьют. Это у нас тоже бестелесность. Я ношу мощный удар, пронзая злодеев на своем пути. Не благодари. Преподаваемый на этот эффект мороза. Давайте попробуем себе вот эту штучку взять. Вместо обжигающего удара, собственно. И обжигающий удар свой мы разбираем просто. Вот так. Жалко, что нельзя разобрать его вперед как-то, знаете, обменять заранее. Потому что у меня, видите, 54 осколка. То есть, если бы я разобрал свой, я мог бы купить удар справедливости. И ведь можно было так обменять как-то. Так, и впереди босяра, да? Вроде ничего я здесь не забыл. Погнали. Единственное, что надо бы, может быть, мне поменять местами мои заклинания, да? Давайте бестелесность сюда. Могут быть вот это вот сюда. И в самом базовой атаке, в самом конце у нас будет самая базовая навык. Точнее. Сейчас смотрим, здесь будет Телец снова или... Да, или... А, нет, погоди-ка. Телец, Скорпион, либо кто-то еще там был, возможно. Или нет, или не Скорпион. Да, Телец. У меня такое ощущение, короче говоря, что, возможно, здесь не все боссы просто присутствуют еще. И всегда тебе будет выпадать здесь Телец именно. Не уверен точно. Я Телец. Один из 12 хранителей этого места. Я Киран. И я уйду отсюда. Все так говорят. Тогда я играю с ними, пока у них руки не опустятся. Думаешь, это все игрушки? Ну ладно. Я держу над тобой вверх, а потом выберусь отсюда. Ну что, мне кажется, что с этими самыми, как его, с аурами, реально... С обводкой реально поприятнее. Тихо. Отлично. Так, знаю, что он делает вообще. Тихо, чуть-чуть, чуть-чуть, че. Ага. Ну вот это тоже смысл есть для меня. Тихо, тихо, блин. Потому что я использую даже вдали вдалеке, я все равно бью... Запускаю яликов этих своих. Держи так. Правда, опять же, с основной атаки я по нему не попал, но... Ялики неплохо добавляют. Надо, наверное, там делать не двойной прыжок, желательно. У него ульт зарядился, кстати говоря. Ай-яй-яй, ну сейчас ультанет. Вот так, смотри, что я умею. Да, но при этом помимо ульты у босса все равно есть фазы, вроде как. Потому что у него на... У второго босса я точно понял, что у него там атаки стали сложнее потом. А что делает? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, тихо. Было близко. Запарировать пытался, но не получилось сразу же. Снова я по нему с основного удара промазал, по-моему. Лично. Вот здесь сейчас легко будет погадать момент. Вот так. Как раз я говорю, знаете, не первую атаку, да, а какую-нибудь вторую, третью или вроде того. Так комфортнее всего делать. Так он запускает... А-а-а, стоп. Стоп, а у него две ульты или... Получается разное. У него уже по-разному реально атакуют. Иногда так, иногда... Другое это пострашнее, на самом деле. Я бы сказал. Я, несомненно, на ударе. Смотрите, он опять ультанул. Может, все-таки вот это является фазой, а та была ультой, либо... Либо на... А, или может быть та атака была фазой, наоборот. Черт его пойму, то, что у него сейчас была фунт-шкала как раз-таки. Так, отлично. Энергии нет снова у меня толком. Нет, он эту атаку, он просто юзит ее как обычную. Я понял, все. Кстати говоря, на ней можно хорошее парирование использовать. Удобно весьма. То есть надо, по вашему счету, просто бегать и не прыгать особо. Потому что в воздухе есть момент, когда я начинаю падать обратно, и, соответственно, мне очень легко... В этот момент отхватить как раз-таки. Три... Четыре... Потому что, ну, ялики эти, конечно, лупят прям... От души. И от атаки, где он делает просто разрезы... Черт. Ладно, не успел мне очень добить его. Я могу на самом деле гораздо дольше находиться в воздухе, вот так. То есть мне даже не понадобится там все эти штучки использовать. Близко. И от атаки, где он делает разрезы, я могу спокойно от нее делать сам. Добиваем его. Ну, спокойно рвками уходить, потому что рукав кулдаун небольшой. Спокойно успеваешь, не надо там прыгать как-то там, как я пытался до этого. Ух ты, вот это я повеселился. Кто бы мог подумать, что твои кулачки так сильно бьют. Я много тренируюсь. Тебе понадобится вся твоя удача. Впереди еще 11 зодиаков. Удачи тебе, Киран. 11 все-таки? Ну, вряд ли за забег 11 все-таки разработчики рассчитывают. Тут они явно там, типа, выборка была такая. Не будешь всех убивать каждый раз. Так, попытаться открыть сундук, давай. Дживер. Так, файер ретрибьюшн какой-то, не знаю. Когда герой бьет, создает огненный щит на 4 секунды. Повышает максимум маны на 2. Создает огненный щит на 4 секунды. Просто каждая 20 секунд или что, или нет, я понимаю. Когда огненный щит активирован, повышает защиту на 3. Он спелл хит. Здесь протон шанс то apply уязвимость. При ударе за киналем, круче, шанс на здесь протону наложить за киналем. Неплохо звучит, на самом деле. Потому что, при каждом заклинании, это аура. Погоди-ка, а вот это аура синего качества. Да, она, видите, у нее 2 эффекта сразу же дает. То есть она считается как бы посильнее. Давайте я возьму, допустим, ее. Пускай будет так. У меня 2 слота ауры, кстати, да, мы же там вкачали себе это в прошлый раз. И я случайно хилку заюзал, кстати говоря. Потому что на эту клавишу в какой-то другой игре есть сам рывок. Я в кнопках пока что путаюсь. Когда играешь кучу игр одновременно, такое регулярно, собственно, бывает. Это место идеально для тренировок. Так, здесь мы можем... А че? А вот. Че-то не активировался никак. Так, здесь мы можем себе вкачать. К разу два левела у нас есть. Автоатака наша. Флейминг дефенс какой-то. Огнезащита или что-то что-то такого. При основной атаке, ударя его, создает огненный щит на 4 секунды. Ага. На основной атаке создает ростки. Ростки преследуют и взрываются. Демонстрации здесь нет, если что. Преследуют на атаке, вызывает огонек. 32. Я не все понимаю, что значит это вот. Часики и 32 основная атака. Это кулдаун или что? Или нет? Давайте щиты создавать себе, допустим. Не знаю, посмотрим так. Прикорежеский ударе крадет 4 здоровья. Прикорежеский ударе создает 2 плазмы. И зимнаторный прием повышает урон свой. Плазма у нас instant. Unvox. Powerful energy beam. Что-то там пролучь какой-то. Давайте попробуем это взять. Посмотрим, как оно в деле работает, собственно. И отправляемся потихонечку дальше. Так, за ключами, само собой. За побольше звездочек в том числе. Тралкад здесь мы уже были. В этот раз у нас побольше хп. Больше, в принципе, возможностей. Но надо, чтобы их еще... Свои там возможности в виде ауры раскрыть, конечно. Барьер. А, смотрите, есть какие-то алтари встречаются, которые дают мне бафы. Вроде что-то такое. Мы какую-то штуку там качали, которые вот время от времени будут встречаться. Я не до конца там понял, что это такое. Что это означало. Вот так. Держите, ребята. Ну, вообще, игра так бодренько ощущается. Не знаю. У меня прям приятно. Да, в том числе за этого персонажа. Хотя тут перс мне ближе по своей стилистике. Так, ключи. Отлично. Погнали дальше. Иногда хочется побольше врагов. Может быть, знаете, вот так, чтобы было побольше прям замеса какого-то. Но я думаю, что это просто начало у нас еще. В любом случае дальше такое будет. Так, давай за гамбитом. Гамбиты мне нужны тоже. Усиливать свои знания. Привет, ребятки. О, продолжаем. Спасибо. Ох, нихрена себе. Они просто мне наваливают кварца. Не знаю, у меня там много прям дали или нет. Вроде как нормально вполне. Слушайте, дофига дают. Ой, здорово. Готов топтать. Чего там? Был написано дальше. Не обратно внимания. Это какая-то деревня яликов, судя по всему. Вот эти существа это яли. Я тебя правильно понял. Они меня тут наградили прям. Отсыпали. От души, ребят. Так, тут я могу алтарей использовать. У меня ключи, в принципе, 14 штук есть. Могу себе позволить. Так, ЛБ из Нитюрной винограды. Каменный алтарь, либо же Пиропава. Давайте Пиропава. И по чему делаем? Блин, что уровень загнай на плюс 2. А, окей. А, ударную волну? Нет, я хочу неударную волну. Либо двойной апперкот с дракона. Вот это вот. Мне он нравится. В принципе, он нормально вроде как лупит. Давайте его покачаем на плюс 2. А он был у нас нулевой и станет второго уровня. Так, и здесь тоже возьмем себе Пиропава. Допустим, вот так. Более высокой прокачки все-таки выгоднее тут брать. И режущий удар прокачаем их в том числе. Там у них урон повысился вроде как. Произносится загнание, создает два осколка льда. Здесь у нас шанс крита на 10%. И здесь у нас 20% на токсический газ. А я бы осколки льда создал. Потому что я не так часто прям спамлю загнаниями. Я хочу, чтобы что-то создавалось стабильно. А не с каким-то еще там шансом. Давайте, наверное, не на апперкот, а вот на эту штучку. На ударную волну. На апперкот я предпочел что-то другое. Ударная волна, кстати, у нас уже второй уровень изначально. Да-да-да. Дальше. Награда здесь аура. Аура. Ну, меня аура интересует. Погоди-ка. Сверху еще есть чел, который дает кварц. Спасибо. Погнали дальше. Звездочек у нас много. Можно будет целую кучу всего скупить в магазине. Так, тут еще один каменный алтарь. Давайте каменный алтарь теперь используем. Броня. Это доп. урон на 5%. Вот доп. урон я, кстати, себя возьму сейчас. Прилетите над броней. Скорпиоши. Так, тут тихо-тихо-тихо. Сундучки. Упорщик кварц один из пяти. Постепенно с очивкой заполняются. Ну, приятно, когда там всякие такие взаимодействия есть, есть, чтобы выполнять у себя и так далее. О! Где? Фух, ни хрена себе. Я знаю, что сейчас должна была эта акула вылезти. Ничего, ты долго не было. Можно время от времени просто от балды, на самом деле, прожимать свой ворот. Где-нибудь да будешь в него втыкаться. Если не попадаешь с него, то просто делаешь там, не знаю, не ворот точнее, а контратаку. Если попал, то хорошо. Не попал, делаешь рывок и уходишь. Возможно, что вот так он ляжет хорошо. То есть просто время от времени поджимать так вот. Типа, блин, прожал, но он же на кулдауне. Надо перестать воспринимать как стандартный щит. Это как... Даже не знаю. Где-то был какой-то щит тоже с откатным таким приличным. А при прокрутке способности создает тучу 2. Это аура. При фулл прокрутке. Туча неплохая штучка была в прошлый раз вроде как. Он спеллкаст, создает метеор. 6 секунд кулдаун. Потому что неплохо звучит. Давай вот это, наверное, лучше. Покажи, как выглядит. А, энергии нет. Так, здесь гамбит. Здесь еще одна аура. Давайте, наверное, за гамбитом. У меня ауры две штучки есть. Их надо теперь прокачивать. Ну, можно идти получше ауру, конечно. Но пока сюда пойдем. Не будешь спящего зверя. Да, я помню эту штуку. Абсолютный ноль. Звездная буря. Либо же спиритал самонс. Призыв яли. Давайте с амона допустим. Мордаха. Геройский гамбит. Так, этот отмыкатель ячеек. Это у нас обычный гамбит. Пронеси за кна и выстрелят две стрелы. Пронеси за кна и выстрелят четыре стрелы. Давайте, наверное, вот это себе возьмем. На ударную волну. Либо на... Блин, вопрос на что, кстати говоря. Потому что эти стрелы, они полетят вперед, я так понимаю, да? Будет ли удобно мне их юзать с ударной волны? Я не знаю. Потому что это делать прыжок. А, мы все выбираем, типа? Я уже и забыл, походу. Давайте на режущий удар разблокируем здесь ячейку. Потому что в других местах есть еще ячейка. И тут две обычные стрелы. Надо ли мне их? Забивать слот не самым лучшим оружием. Не самым лучшим гамбитом, точнее. Я пока забью. Потому что не факт, что я просто забить все смогу, в принципе. Хоть чем-то. Отмыкатель ячеек. Это бездна у нас. Ох ты, блин. Я бы хотел пока что на босса, наверное, скорее. Хилок у меня мало. Можно на отдых пойти. Давайте на отдых. Это, опять же, не перспективное решение. Потом ты, в любом случае, даже с маленьким хп будешь идти, вероятнее всего, на босса. Потому что будешь знать, как с ним справляться и так далее. У меня есть оберхил идет, само собой. Но для меня это явно даст сейчас больше, чем другая комната перед битвой с боссом. Мне кажется, так. Еще гамбит, давай. Если я не откидываюсь, по крайней мере, а я могу не откидываться спокойно. А, стоп, стрелы, эти рикошетища, вот эти вот что ли? Тихо. Ух, в последний момент уйти успел, еле-еле. Потому что же, понимаете, блин. Огонек. Понимал, что он тут уже сейчас появится. Так, у меня нет ключей, поэтому... Ух ты, блин. Вот это было нехорошо совсем. Парирование тыкаю где-то. Оп, наконец-то попал. Роботы, которые запускают свою руку. У них тоже тоже. Мне нравится, что у всех врагов по несколько видов атак. Ну, больше ста врагов. В разных условиях, кстати, они разные используют. И при этом у врагов нет какой-то, знаете... Ты их не оглушаешь, вроде как, не обездвижешь своими ударами. Но они не спамят атаками сами по себе слишком часто. Так, 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 так. О, он с посохом в своем бил несколько раз. Эти ауры на атаки очень противные. Потому что даже если ты заблокировал, он не прерывает атаку и враг продолжает дальше. Если я там не похилялся, кстати говоря, у меня бы сейчас была бы ситуация вообще плохая. Потому что я там под сотню хп отхилял примерно себе почти. Призыв яли произнося заклинания. Хм, неплохо и учит. Яли мне нравится. Давай яли, наверное, возьмем себе на режущий удар, например. Да, давай, допустим, вот это возьмем. Вот так. Так, тут у нас аура. Ауру я не хочу пока что. Наверное, либо кварц я хотел бы взять, либо... Либо ключи. Давайте на ключи, наверное. Пока приоритет у меня какого-то такого прям не выставил с головы еще. Что мне выгоднее? В какой степени чего хочется? Бонус к урону идет в этой комнате у меня. Спускаем стрелы. Что он там делает такое? Опасно. Но этот бонус к урону он действовал на какое-то время только. Так, давай луч свой. Вот так. Запустили целую кучу яли. Да, если не юзать своего суперспособности, у меня урона будет прям-таки немного. Затыкивать врагов автоатаками здесь на это не рассчитано. Меня это радует. Ну хотя все равно это, наверное, автоатаки тоже можешь сделать с людьми вполне себе. Ай. Но заклинание все-таки вносит достаточно ощутимый импакт. Так. Я промахнулся благополучно. Я пока что не особо слежу за своими заклинаниями, за порядком на самом деле. Да, у них опознавание их, скажем так, весьма не самое удобное. Тебя надо запомнить просто, какая у тебя идет ротация, и ее краски юзать. Примерно держать в голове, какой заклинание у тебя за каким выставлено в порядке. Сколько ты там что прожал? Вот так, хорошо. 138 хп у меня остается. Перед боссом я похиляюсь, конечно. Надо будет от души похиляться, я чувствую. Так, это что такое? Солнце. Элементальная награда. Я помню, там было что-то крутое. Руины Паво. Перо Паво. Это левелап будет, да? Давайте за солнце пойдем. Там, по-моему, было что-то прям эпичное. Да, здесь... А, здесь у нас можно выбрать тоже. Отравленная сила. Спиритуал Симоны. Наверное, Симона хочу. Давайте вот возьмем. Охренеть ты. Ух ты, он редкий. Тут прямо награды насыпало писец сколько. Я так понимаю, что мы можем одно что-то забрать, да, наверное? Преподавание крадет шанс 2 здоровья крадет. 50% шанс. Можно распылить на кварц тоже, соответственно. Там элементальный гамбит. Льет один маны. Принтересно, наверное, кладут мишень на пяти ближайшего врага. Блин, это хорошо на комнаты. Минем на босса что-то. Шанс на криты. 6 стрел. Что значит, спелл? Афинити нейтрал. Элемент с огненами тип или что? Два призывчатых не самов. Призыв 2 яли. Воооо. Вот это мне давай сюда. Вопрос на что? На двойной апперкот дракона. Вот так все. То есть у нас солнце, он дает себе одну... Один гамбит, но с большой выборкой. Ты, скорее всего, найдешь что-то вкусное. На ауру, либо на бой с ключами. Давайте на бой с ключами. Можно сейчас включить. Я думаю, что мы вот эти вот камни можем найти в любой локации. Поэтому они в любом случае мне пригорятся. Даже здесь могут быть. Время дураться, да? Написано. Тихо, аккуратненько. Вот так, хорошо. Не думал, что... Ну, только, знаете, он делал свою атаку, а потом в конце он замедлялся. Поэтому я думал, что сейчас... Либо я уткнусь в его удар, либо я просто... Не достанет он до меня. Нет, это не получилось. С польскому проатаку. Отлично. Отходим. На кулдауне. Погоди-ка, погоди-ка, да-да-да. Про кулдаун тоже не забываем. Отлично. Блин, как при... Зато каждый раз, когда получается грамотно спарировать, это всегда очень приятно. Ялики там полезли. Удар по земле. Отходим. Три голема ледяных. Так, хорошо. Так, давай энергию регенит просто. Я не знаю, если у нас... Если мы бьем по нескольким целям, у нас будет быстрее регениться энергия? Или у нас там за факт попадания, но с ограничением, либо же за количество несеного урона за целей? Не знаю, как-то привязывается так или нет. Там на врагах у нас статуса целая пачка. Хорошая комната прошла. Охотник за сокровищем один из трех. Смотрите, сколько-то там. Смотрите, по всему. Окей. Так, и отдых. Погнали. Так, тут у нас хилочка, да? Андромена. Так, это надо зажать. А, сейчас на фуле, типа, да? Нельзя. Допустим, я похилялся. Зажать. Мы получили пять осколков. А, теперь здесь стоит десять, типа, да? То есть это я могу ють сколько угодно раз. Десять из десяти. Это сколько у меня требуется звезд? И сколько, типа, у меня есть? Но у меня есть пятьдесят пять. Второй раз я лечиться не буду, допустим. А, и вот здесь можно себе, да, можно же здесь еще. Максимум маны. Давайте броню я вкачаю. Допу урон я хочу. Скорость атаки тоже хочу. Зачет вкусная. Скорость атаки, макс хп и доп. урон. Это прям есть некоторые коктейли, походу, жирные совсем, да? Допустим, броню. У меня еще звездочки остаются немножечко совсем. И давай доп. урон еще. Все, больше не хватает. Окей, но забафлились мы знатно. Я уже забыл про это место. Так, и теперь здесь я тоже хочу распылить на звезды. Чего? Что распылить на звезды? Я хочу апгрейдить ауру свою. Щит огненный, либо же метеориты. Щит будет повышает урон щитам на 50%. Метеоритов будет повышает урон на 30%. Давайте легендарный щит сделаем себе, допустим. А, и мы не можем больше одного за раз использовать за один этаж. Здесь уже ценники весьма себе жирные, надо сказать. Я бросаюсь к земле и создаю взрыв, носящий чрезмерно большой урон. Так, демонстрация. А, это буквально то, что у меня есть. Ударная волна, по-моему, или что-то очень похожее. Да, у меня ударная волна есть, да, она самая, собственно. Это мы видели как раз-таки в прошлом магазинчике тоже. А вот это что такое? Я сбиваю бежать злодеев с ног громовым апперкотом. Ооо, это приятно выглядит. Это плюс ячейка, тут можно еще дополнительно что-то купить. Я вот это себе взял, наверное. Так, вместо, опять же, своего... Погоди, у меня все слоты забиты или нет? Нет, не все. С счастью, то я уже испугался, что... Я уже все поменял, но нет, не успел пока что. Два осколка льда. Шанс наложить один ножок. Либо же выстреливать стрелы. Давайте два осколка льда пускай будет, например. На этом скоростном кулаке. Да. Добавить. И так же огонек. Все, теперь у меня эффекты в конце льда пуча. Не знаю, что мне бы их поставить в каком-то более удобном для меня порядке. Например, апперкот вот этот сюда. Преерующий удар вторым пускай будет. Да, ударная волна. Да, ударная волна в конце, допустим. Не знаю, вот так, допустим, делаем как-нибудь. Погоди-ка, а у меня еще есть там те, у которых есть незаполненные ячейки? Нет, все заполнено по полной программе. Когда больше не покупаем ничего. И погнали на босса. На второго. В прошлый раз она меня отделала. Чую-чую большого злого босса. Я тоже чую. Надо увидеть три силуэта босса. Там был Лео, кстати говоря. Я просто Лео как раз. Но попадает только она сейчас. То есть это такая анимация задела на будущее, судя по всему. Пока у нас тут по одному боссу каждого. На каждом тире будет, скорее всего. Стрелец. Так, так, так. Вот что нам... Вот что к нам занесло. Рохля. Бедный маленький Рохля. Эй, прекрати. Я никакой не Рохля. Что бы это ни было. Кто ты? Я Стрелец. Но ты можешь звать меня. Та, кто разобьет тебе мордочку. Ты засранка какая. О, это мне по душе. То есть не имя, а подраться. В смысле. Ну, ты поняла. Так, ну поехали. Я плохо помню, что она там делала в прошлый раз. Вообще не помню, что она там делала в прошлый раз. Я помню, что именно эта атака она усилила потом. Окей. Так, лупим, 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 лупим. Ходим. Сранка с этой атаки. Блин, легко очень попадает по мне. У него ХП много так-то есть, если честно. Долго и лупить придется. Вот так. Ожидал сейчас момент. Ударил или нет? Не заметил сейчас, если честно. Не понял. Так, парирование откридошилось. Пульт пошел, да? Что он делал в ульте? Она огнешарики создавала. А, и вот это еще было, да. Блин. Нет! Это было очень больно. Так, елочку, пожалуйста. Промазал с парированием. Охренеть! Окей, вроде запарировал, но свою атаку при этом прервал. Мне показалось. Я не знаю, надо ли здесь подпрыгивать или нет. Прямо вот так вот. Можно ли сверху как-то вернуться? Что это? Твою налево. Вообще жесть какая-то. Злая атака, очень злая атака. Так, у нее шкала сетеря зарядилась, к слову, да. Вот это именно ульт у нее. А не все, что было до этого. И в конце... Капец просто. Очень противная. Снова огонь. Я не знаю, как от него доджить, но... Что-то, что-то я сейчас получше сделал, по крайней мере, в этот раз. Так, окей. Не то. Отлично. Под конец все же достало меня. Здоровья мало. Нет. Снова это атака. Крайне коварная. Я за ней как-то вот так вот хожу. Очень странно, мне кажется. Не так, как задумано. Возможно, доджит совсем. Так, снова ульт пошел. Окей. И в конце вот это самое опасное, когда он добивает чисто. Добил. Фу. Не обосрался. Ну хорошо, хотя бы так. Черт возьми, ты всего лишь маленький человечек. Как, я проиграла тебе. Не волнуйся, тебе не нужно звать меня тот, кто тебя победил. Ну, достаточно просто, Кира. Заткнись чертям. Окей. Претендент огня один из трех. Вы видите, не у них зодиаков. Что-то там один из трех. Этого... А, стоп. Этого зала вроде, да? То есть у нас в каждом зале по три зодиака, да, собственно, как есть. Но либо они откроются позже, либо их пока что в игре нет. Не знаю. Fairy Revenge. Типа какая-то то ли месть феи, то ли что-то такое. Не знаю. Когда герой бьет, с амони два огонька. Это у нас плазмокаст. При заклинании создает одну плазму. Это у нас сенсори ауры, между прочим. Это не те самые ведь. Это не гамбиты. Критический удар создает две стрелы. Повышает критический урон удар на 10%. А, шанс на 10%. Слушайте, неплохо звучит. Стабильно. Давай, допустим, я себе это возьму вместо метеоркаста. Допустим, сделаем так. 169 хп, меня частично похерял. У меня там было 24 здоровщика, оставался всем. Коралловый архиплак. Окей, в этот раз мы немножечко дальше уже зашли. Это радует. Я хочу плавать, я хочу плавать. Я не очень. Потому что я могу плавать только вниз и очень быстро. Так, это наши кулаки сейчас скачаем. При основной атаке создают 4 снежинки. Тоже вот мне бы понять вот эту трактовку, потому что пока что здесь переводом с формировками есть некоторые проблемы. Два осколка льда при основной атаке. А здесь снежинки, типа да, это у нас Orbiting Razor, Sharp Ice Flakes. Какие-то вокруг нас, судя по всему, наверное. А осколки льда это рикошетищи, прошивающие врагов какие-то штуковины. Это у нас основная атака при ударе делает взрыв. Большой взрыв. Просто, просто, что давайте подождем. Звучит как-то интересно так. Слежинки льда и ледяные копья мы вроде бы где-то встречали, уже слышали? А вот это? При королевском ударе крадет 4 здоровья. При королевском ударе восстановят 3 маны. При королевском ударе триггерит additional королевский удар. Дополнительный королевский удар, типа. Увеличивает сигнатурный прием кулдаун на 5 секунд. Ни хрена себе. То есть он дважды активируется, но будешь ты его редко юзать. То есть я прожмешь, то будет мощно. Давайте попробуем это. Я, в принципе, не так часто его юзаю. Так, сейчас в него попадаю. 3-6. Любопытное существо. Чего? Что это такое? Лотерея хамеллиона. А, типа, можно выбрать, выиграть от 3 до 6 ключей, да? 4 ключа. Спасибо. Выглядел, как какой-то упор это супер-герой, на самом деле, этот чел. Так, мне гамбит пока не надо. Давайте за кварцем. Блин, какая здесь, не знаю. Мне нравится, что здесь не только первая локация у тебя была такая красочная. Бывает во многих играх, знаете, вот такая штука, что... Так, каменный алтарь, либо... Нет, я снова перепутал клавиши местами. Потому что здесь управление такое неинтуитивное совершенно, я бы сказал. Давайте скорость таки возьмем, допустим. Что это нахрен? Это как ловушка, типа, или... Да, это вроде бы ловушка, именно. Мне пока что вот в целом игрушка очень нравится. Единственное, что, как по мне, неудобно сделано то, что у тебя описание кнопок нажатия, они уйдут тебе не рядом с тобой где-то, да? А слева, что вообще неудобно, как по мне. И где-то там, не знаю, ну, понятно, что текста не переведены. Местами неинтуитивные клавиши для использования каких-то базовых опций, которые встречаются в других играх. Я бы сказал вот так. Да, он реально дважды кастует и дважды у нас яли призываются. Но кулдаун, конечно, жирный. На комнатах это не особо страшно, потому что у нас между комнатами, между врагами, бывает, проходит большое время еще дополнительно. А на боссе это будет напрямую, как бы, затормажит мой потенциал. Но с другой стороны, оно в два раза больше дамага идет с нашей ульты, а кулдаун не в два раза повысили, соответственно. Так, давай, наверное, за ключами пойдем. Хоть здесь ложность низкая, звездочек мало получим, но все-таки вот это. На звездочки хорошо бапаешься, потому что если особенно не тратишь их тебе на хилку, потому что в магазине потом там восемь звездочек на коктейль поменять, это жирно весьма. Я прервал снова свой контрудар. Это хорошо, как бы, с одной стороны, что он прервается, потому что тебя не продамажит тогда во время лока. Но с другой стороны, я не добил. Не доделал свои атаки, соответственно. Так, отлично. У меня контрударный на кулдауне уже. Давай, ну этот самый хорошо лупит. И у меня после битвы с врагами, да, вроде как у меня сбрасывается, я так понимаю, или, может, нет, не уверен точно. И мне нужна хилка, сейчас уж точно. Сбрасываются мои навыки в обычный свой порядок. Деревце, наконец-то могу выдохнуть. Плюс 25 хаж за хилкой, некоторые 50 даже, по-моему. Жирный весьма так подкиляет меня. Но вы посмотрите, я не понимаю, куда я хилки свои трачу. То есть, видите, у меня хилка, это вот РТ, слева внизу. У меня там один кристаллик. Я не нажимал на эту хилку с битвой с боссом. Неужели я только одну хилку дропнул? Выбил, точнее. О, вот это что такое? Руины Пава. Дропава, давай вот сюда, пойдем. Здесь награда будет прокачки уровня наших. Чуть не это самое, чуть не упал. Уровень, наверное, плюс один. Не так, чтобы много прямо это, но приятно. Скоростной кулак 4. Я сбиваю, блядь, злодеев с ног громовым ударом. Нифига себе у него левел, конечно. Давайте его вкачаем и возьмем себе его первым, например. Раз он такой мощный. Погодя, а где дракон? Вот дракона я хочу себе вот сюда. Не сильно, я понимаю, с этим порядком. Все, пускай будет, допустим, так. Так, ничего не забыли, да? Вроде нет. Аура мне не надо. Кварц... Кварц либо ключи. Давайте кварц. Ключи пока что есть. А кварц нам нужно будет много, скорее всего. Почти добрался. Что такое за медузка? А, тоже такая прыгалка просто. Мне туда почти еще далеко. Тут первые этажи у тебя идут такие полноценные. Потом у тебя, судя по карте, шло какое-то... Что-то там было уже покороче под конец. Там два босса почти подряд. Это именно ловушка, да? Вроде да. Потому что она... Она закрывается вроде бы? А, она закрывается, а потом выстреливает пузырьками. Блядь, не из-за меня она, если закрывается. Что такое? Рыба... Фу, или рыба-ёж, или что это? А, ну, смотрите, это ловушка, которую я могу для моку использовать. Она меня ударит, интересно? Давайте проверим. Ага, меня она не бьет. Хорошо, учтем. Но есть ловушки, которые именно для меня предназначены. Хорошо. Так, у меня карты нет, кстати говоря. Здесь можно было куда-то наверх пойти, я так смотрю. А, там, наверное, находится тот самый. Все, понял. Каменный алтарь плюс два, давай вот это. Возьмем себе доп. урон по-любому и броню, либо криты. Давайте броню. Я на криты тоже обожаю делать забеги, на самом деле, но пока что-то как-то не всем понятно, что критов 2% дается. Не очень много, хотя потом... Явно ты настакивая, можешь набрать прилично. Тихо. А, стоп! А у меня при неудачном использовании своего щита теперь тоже кулдаун жирный, что ли? Лол, да. У меня 6 секунд кулдаун при неуспешном использовании. Раньше вроде была 1 секунда, мне казалось. Я мог его спамить. Зато, конечно, лупит от души. Блин, а вот это многое... Намногое влияет так-то. Я не могу его бездумно теперь прожимать, надеясь на шару, что он попал так. Производишь, что я прям часто этим пользовался все равно? Чаще я юзал щит, пытаясь... ...грамотно сам попасть. И, по-моему, все свои загнания я могу прерывать рывком, у меня такое ощущение. Его братья и сестры, осколок памяти Киран. Восстановить воспоминания, давай. Привет с прошлого, что бы то ни было. Плюс валютка, и... Сюда пойдем. Хотел бы тоже, чтобы быстрее появлялись у тебя, например, индикация... ...следующей комнаты, награды, да? Чтоб на нее не делал микропаузы такой условной. О, хорошо. Тут у нас элитка. Я у нее сразу же смачно так продамажил. Так, у меня есть энергия. Тихо. У элиток всегда идут яли, кстати говоря, я так смотрю, судя по всему. У каждой элитки своя особенность. Этот яли, например, за мной... ...снаряд тянет такой. Держи. Ох, так хорошо. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. На элитке комната не заканчивается. У меня огненная аура, она бьет, в принципе, по 14, вешает статусы. Бывает, на врагов вообще-то нам удается засрать целую кучу статусов на них. Так, тут... А, спасибо за награду. Ухратненько. Еще костанули. Вот, блин, красочный геймплей. Я не всегда понимаю, что происходит. Я вот вспоминаю, как он стоп-ру выдан. Игра, в которой реально можно с ума сойти от того, за сколько всего тебе надо следить. Потому что тебе надо следить и за своим полем боя, и за вражеским полем боя. Свои атаки понимать. Понимать, что сделает фраг. Как доджить от них, там целиться еще у врага. Следить за порядком заклинаний, там с ума просто сойти можно. Но потом ты привыкаешь к этому постепенно. Тут не так много всего, но тоже что-то такое имеется. Но потом, зато если это освоить, то может получаться прям очень красивой комбинацией. Мне надо менеджментить ману, там, позиционировать персонажа, там, смотреть, что делают враги. Смотреть, какие у меня там загнания дальше, на кузы кулдауном. Все такое, но потенциалу этого достаточно много. А если я вот это на семерка, да, сильно качается. А, смотрите, я вне боя могу типа вот их как-то... А, стоп. Смотрите, вот я два заклинания прожал, судя по всему. Они у меня серенькие. А, нет, погоди. Да, они серенькие. Ману мне ни на что не хватает. И они сейчас у меня... Я могу прокручивать без них. То есть два оставшихся своих я кручу между собой, а те два у меня скипаются. Что-то такое, как будто... Ну, все равно до конца пока я не понял, если честно. Теперь у меня одно заклинание. Вот теперь они у меня поменялись, да. И теперь я могу их менять все местами. То есть я могу их ролить во время боя, да? Жесть. Я же с ума сойду. Я думал, что ты устанавливаешь их в порядок, и все. А они, походу, ты устанавливаешь в порядок, но при этом... А, ты можешь их типа... Так, ты роливаешь их только в одну... В одну сторону, скажем так. Сколок памяти тельца. Давай. Кое-что для Папы Яли. Но можно и в бою их крутить. А раз нужно крутить их в бою, на самом деле, тогда хотелось бы, чтобы, да, чтобы они действительно проще их было опознавать. Потому что они сейчас иконки, они вроде и прикольные, но ты их не различаешь у соков. Они сливаются. Очень похоже не выглядит. Эффект яд накладывается. Эффект мороза. Все, теперь просто шансы, вернее, неплохо так-то. Пронеси закона их, задают метеор. Я бы мороз себе взял, на самом деле, этот вот. Погоди, а вместо чего? Ой. Места-то нет, да? Я могу сбросить, например? А, я могу заменять бесплатно, да? Хорошо. Тогда имеет смысл. Эхо-острова. Награда какая-то штуковина снова. Я пока что... Не обращал внимания, хотя мы такое встречали. А, все. Эхо-острова. Это вот награда, где мы убираем себе мощный баф. 20% врага урона. ХП от босса сожрать. Сова отмечает врагов. Они умирают вскоре. Скоро после этого. Никому не спастись, если сова объявила охоту. Зим-зим появится и разместит целительное деревце, когда уровень здоровья упадет ниже 40%. Откат 80 секунд. О-о-о. Давай вот это мне. Это, судя по всему, какие-то, я даже не знаю... Как их называть? Кому-то встречаем. Так, это у нас исследование. Это у нас бой. Давайте бой допустим. О, это, судя по всему, вот такая вот аренка. Более серьезная. В исследовании попроще у тебя все-таки. Потому что там у тебя, ну, сами по себе ситуации не такие трудные. Мобы так жестко не накладываются друг с другом. Ай-яй. Тихо-тихо-тихо-тихо. Этот кулдаун 8 секунд означает, что ты, если оно у тебя никак не ограничивается, да, что типа там только во время боя идет кулдаун, то ты мог бы этим злоупотреблять на самом деле. Но на боссе в любом случае не сможешь так делать. На боссе для меня это будет, скорее всего, разовая хилка, потому что вряд ли у меня битва с боссом будет столько, что оно дважды отъяряется. Блин. Встал корявенько. Так, энергии почти нет. Вот так, держи тебе. Как только юзаем эти яли, они столько снарядов выпускают. Сейчас, конечно, моб до яли даже не дожил. Но если бы дожил, они бы вынесли его. Страшно, мне нужно сейчас културда свой. Не вовремя прожал, но в принципе мы всех вынесли с заклинаний. Немножечко напряжненькая комнатка, у меня здоровье еще подпросело слегка. Но в целом у меня всяких проков и прочего выходит уже такое приятное количество. Уже неплохо выносим таких рядовых монстров. И это у нас, погоди-ка, это уже... Собственно, это место, да. А давай, допустим, я юзаю, и я вознавливаю себя. То есть я полностью похилялся. Так, зажать. 22 у меня хватит на два напитка только. Давайте один мало возьмем себе, кстати. Максимум здоровья на 15, либо крит шант. Давай их здоровье на 15 лучше. Здесь дальше еще дороже становится. Напоминает тот самый, как его аниму в Хэвэн Айс Дэв. Только его аниму в Хэвэн Айс Дэв вообще почти ничего не дает тебе. Здесь она хотя бы хиляет тебе нормально. Так, улучшить ауру, да? Еще раз эту. А, стоп, эту больше нельзя улучшать, да? Она уже максимальная. Окей, тогда качаем глаз орла. У нас шанс крита будет на 15, потому что он шанс повышается. 4 стрелы вылетает, и крит удар повышается на 25. И про то он мощно апгрейдится, все говоря. Надо выкрытие нам заливать, на самом деле. Сейчас начинает голову. Уже давно пора было. Вик Сильвер. Какая-то стрела, все по всему. Ага, вот так выглядит, да? Бумеранги еще... Короче, ряд Тандерболт, который, ну, молния с эффектом бумеранга возвращающаяся. Падающая звезда, 6 уровня, между прочим. Бросает снаряд, помечающий врагов. Когда он возвращается, отмеченные враги взрываются. У меня хватает на все спокойно, на это. Пронося заклинание, накладывают мишень на трех ближайших врагов. Я бы вот это себе взял. Вопрос вместо чего? Вместо ударной волны, которая мне не особо заходит. Вместо... Двойного апперкота? Вместо режущих ударов. Вместо режущих ударов мне нравится, кстати. Я бы, наверное, вместо ударной волны взял. Как-то мне она пока не особо заходит. Когда ее случайно юзаешь, особенно, то да. Ведь от нее толкнет очень много выходит. Тут что-то хилища штука есть. Прибедаем 30% шанс 2 здоровья. Я предпочел какие-то эффекты все-таки на дамаг сейчас. Эти 2 здоровья меня вряд ли затащат сильно. Вот так, поставим и погнали дальше. А дальше у нас босс. Ну, посмотрим. Третий босс. У меня 3070 с 400 хпн. Шестой левел. Ого, сколько силы. Кто у нас здесь будет? Вот здесь, по-моему, был Скорпион второй. А первые были... То ли раки, то ли нет. Не уверен точно. Третий, кто был, не обратил внимания. Ты у нас кто? Рыба. Да, рыбы. Добро пожаловать, я рыбы. Ого, вы какая-то королева. Я Киран. Забавно. Знаешь, нам придется драться. Это вроде как правило тут. Так, 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 что делает? Шарики запускает, понял. Другие шарики. О, они взрываются. Они не сразу бьют. Так, ну водяные, честно говоря, пока что выглядит... О, у меня парирование на кулдауне же. Да, да, да. У меня же после парирования неуспешного. Идет кулдаун приличный весьма. Ох ты, блин, слушайте, а срет-то на экране прилично. Так, она, надо ее побыстрее сейчас бить. Что, ох, рыбно спавнила. Снова запарировал никуда. Желательно мне сначала, чтобы меня дерево похилялось за зверя, а потом уже я сам. А вот и дерево, между прочим. А вот оно как хиляет. Оно на время хиляет меня. Блин, а надо в нем еще стоять, то есть. Это не просто хилка, как оно какое-то количество на халяву. Оно еще с условием условно таким определенным. Окей. Сам по себе босса снарной... Ульта пошла у нее. Ой-ой-ой. Перестала стоять на месте. У-у-у-у-у-у-у-у. Это все, надеюсь? Или нет? Тихо. Или это другая фаза у нее? А она, по-моему, сама по себе не бьет, она только вот этим взрывом бьет. Ой. Я умер? Я даже не понял этого. Я даже хилку не прожал, по-моему. Я чуть не думал, что у меня так мало хп осталось уже. Мне не хватает немного индикации урона. Знаете, вот таких вот некоторых моментов в этой игре. То есть, как в Heaven Ice Def, когда ты получаешь урон, ты не понимаешь, сколько здоровья у тебя осталось. Сейчас, честно говоря, тоже такого не врубился я. Так, но, тем не менее, мы дошли дальше. Кстати, вернее, вот здесь вот менюшка такая с количеством битых врагов, так прям по оформлению даже напоминает One Star From Eden. И в целом такая, знаете, где-то угловатость в иконках и так далее. Есть такой стиль. Кое-что новое появилось в саду. Воспоминания, новая способность, ачивка, улучшение. Целая пачка всего. Окей. Сейчас как раз-то посмотрим. Я не знаю, сколько здесь персонажей. Я так понимаю, что явно не два. Как они будут открываться, тоже без понятия. Но постепенно, я думаю, что инклютивно, но все будет само по себе происходить. А так пока будем их чередовать, наверное, если у нас никто не откроет сейчас. Тебе удалось восстановить осколок памяти? Тебе удалось восстановить осколок памяти? Любопытно. Папа Яли много знает о таком. Поговори с ним. Да, да, в основном. А сколько памяти были какие-то? Может, он нам будет историю рассказывать или что-то в таком духе, не знаю. Папа Яли давай. А вот как с ним поболтать? Вот у меня на ЛБ это болтовня с НПС. Но я с ним поболтать не могу. А, стоп, Папа Ялиш, не он. Ой, никуда. Походу, болтать можно только с теми, кто реально хочет. Испытание пройдено, да. Зачем на кондикации? Отдельно, не знаю, ладно. Мы начали собирать фрагменты истории и осколки прошлого. Хотя бы это помогло. Так, это что у нас? Герои, персонажи. А, стоп. Здесь герои, значит, есть можно их роль тоже. Киран. Их пять героев. Октав, Октав, Кали и Ямат. Кали и Октав имеют свою картинку. Ямат не имеет. Может быть, у нас эти два перса открыты. Ой, как бы существуют уже добавлены в игре. Остальные нет, еще не знаю. Другие персонажи. Это наши всякие NPC. Но у них, смотрите, у них здесь по нолям все. Может быть, мы их осколки по одному нашли, поэтому они здесь отобразились. А у Яматы еще не нашли ничего, либо я не знаю. И Зодиаки. Телец, Дева, Козерог. Смотрите, а у них тоже эти самые арты есть. А вот этого нет. Обин, Стрелец, Лев, Скорпион, Рыбы, Рак, Бузнецы, Водолей, Весы. Я вот думал, что Близнецы может быть двойной босс какой-нибудь, например. Два врага. Если здесь будет реально 12 боссов, они будут потом у нас меняться и добавляться. Мне, ребята, не пишите саму свой проект, потому что я это сейчас знать явно не должен. Это будет, конечно, мощно. Что-либо, в случае, здесь ранний доступ и до релиза еще далеко. Но контент какой-то в игре вполне себе имеется. Рыба крута, но проигрывать ей под такую музыку, это даже немного оскорбительно. Она великая мастерица. Мы все мечтали бы быть настолько талантливыми. Здесь такой, знаете, своеобразная атмосфера. То есть они вроде как и враги, но это не совсем как тюрьма. Знаете, такая тюрьма, в которой полноценно именно живут. Они просто вот заперты и все. И тут у них какое-то свое садоводство, как будто бы и так далее. И друг друга все знают, в том числе и стражники эти, тюремщики. Так, что ты мне скажешь, торговец Пэд? Я слышал твой голос, и твое лицо видели мои друзья. Взаимно. Твое покровительство — это честь для меня. Истина. Ок. Так, мы можем что-нибудь здесь у него открыть. Из общих законаний в том числе. Оп. Призывает пузырьки воды. Призывает водяные шары, которые запускаются один с другим, когда игрок атакует. Может, это аура? Потому что не звучит, как взглянание. Хотя вроде бы не есть. Давай, допустим, окей. Откроем это. Персонажи у нас здесь новых не появляется пока что. Мне хочется верить, что соединившиеся сестры гордились. Соединившиеся сестры гордился бы мной. Или хотя бы там были бы мной довольны. О ком-то речь не знаю. Может, про близнецов? Нет, может, нет. Так, у тебя мы можем вкачать еще что-нибудь. Больше маны, например. Профессиональный перебросчик. Прибросочек, точнее. Дает кредит для рерола навыка. В пулл-опцию. Один кредит для рерола. Это типа в начале или где? В любом случае, это стоит дешево. Давайте возьмемся. Больше маны на единичку тоже добавим. И хп, допустим, тоже еще будет вот так. Это прокачка, знаете, напоминает чем-то как в скал. То есть она дает тебе вроде ощутимый бонус, да? Но просто потому, что ты в начале сам по себе ущербный по статам. Потому что у тебя других статок изначально просто очень мало. Но при этом она не слишком долгая. Что радует. Потому что я небольшой фанат, когда мета прокачка. Это, блин. Она очень-очень большая. О, какие вести вы принесли мне в этот прекрасный день? Никаких. Мне жопу набрали. Чем могу тут сказать? Не верю, что ты обрадуешься, хотя кто тебя знает. Ой, тут уже делок вот есть. Вот бы с тобой пойти. А то в юности было дело. Каждый день ходили, чтобы семью поддержать. Да. Каждый день. Они вот как-то из тюрьмы как будто пытаются выбраться, но для них ничего нет необычного в том, что у них нихрена не получается. И в целом это как-то вот... Как какие-то такие походы воспринимается. Я даже не знаю, как вот понять общую картину здешнего мира, скажем так. Киран, похоже, серец понял, что ты ему не по зубам. Странное дело, но мне все чаще кажется, что он вроде не такой уж и плохой парень. Он не злодей, он пленник здесь, как ты и я. А-а-а. Если он пленник, то может все остальные тоже? Они просто выполняют свою службу, а на самом деле маринуются как бы в той же лодке, что и мы. Не знаю. Вот так вот, ребят, сегодня побегали за Кирана. Пишите в мысли, кто вам больше понравился с текущими персонажами. Можете писать, мне будет любовь напочитать, по крайней мере. Как лучше, само собой, ребят, с пантеон. А, это мы здесь видели это все в прошлый раз, да. Как лучше с обводкой или без? Мне кажется, с обводкой стало реально значительно лучше. Я просто в прошлый раз про это забыл сказать, но там реально тебе перед игрой предлагалось вот включить ее, если хочешь. Упоминалась эта опция. И вот так персонажи реально меньше теряются. И при этом это не выглядит как-то, знаете, некомфортно. Спасибо, что доверяешь мне. Да-да. В следующий раз пойдем... Стоп. Я, по-моему, нажал на... А, нет, нормально все. Я нажал на РБ. Как будто подключиться... А, смотри, ныне персонажа РБ слева написано. И РБ подключиться на втором контроллере. А, нет, это типа второй контроллер РБ нажать, тогда ты подключишься. Все, понял. Я бы хотел, чтобы вот эти опции, они все-таки отображались над персонажем. Вот это вот просто. Потому что мне туда-сюда это смотреть, оно не бросается в глаза, оно так неинтуитивно ощущается. Какие-то такие моменты есть о грехе в игре. Надеюсь, что это будет поправлено потом. Просто по удобству именно. А так, в целом, она меня радует до сих пор. Знаешь, стрелец? Знаешь, стрелец она, как бы лучше так сказать, сумасшедшая? Не говори про нее так. Она прошла через ад. Противника не надо унижать. Его надо победить. Стрелеца мы в прошлый раз... А, стрелеца мы за нее как раз не побеждали, да, да. В следующий раз снова отправимся за нее, собственно, ребят. Надеюсь, что вам понравилось. Пишите свои мысли касаемо, собственно, персонажей и так далее. Все, что я озвучил в серии. Подписывайтесь на канал, ребят, я очень буду рад. Остретите комментарии в следующем видео, мне будет очень приятно. Спасибо всем, ребят, кто поддерживает канал, собственно, оценками активности и так далее. Вступайте в твердискордец, идите пообщаться на канал, которые не приятно, что не приятно, что не приятно. Стоит чего. Ну, я же оставлю всем в хорошем стране, такого же дня, всем ночи, до новых встреч. Всех кулькусь и всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok